Отрывок из произведения Ивана Сергеевича Тругенева Январьский день уже приближался к концу. Вечерний холод и еще сильнее стискивал недвижимый воздух. И быстро гасла кровавая заря. В окнах Мариинского дома зажигались огни. Прокофьевич в черном фраке и белых перчатках с особенной торжественностью накрывал стол на семь приборов. Неделю тому назад в небольшой приходской церкви тихо и почти без свидетелей состоялись две свадьбы. Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой. А в самый тот день Николай Петрович сдавал прощальный обед своему брату, который отправлялся по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же тот час после свадьбы, щедро наделив молодых. Ровно в три часа все собрались к столу. Митю поместили туда же. У него появилась нянюшка в газетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Фенечкой. Мужья пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время. Все как будто похорошели и возмужали. Один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало ему еще больше изящества и гранд-сеньорства его выразительным чертам. Да и Фенечка стала другая. В свежем шелковом платье с широкую бархатной наколкой на волосах, с золотой цепочкой на шее, она сидела почтительно неподвижно. Почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало. И так улыбалась, как будто хотела сказать. «Вы меня извините, я не виновата». И не она одна. Другие все улыбались и тоже, в сущности, очень хорошо. Каждый прислуживал другому забавную предупредительностью. Точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех. Она довечиво посматривала вокруг себя. И можно было заметить, что Николай Петрович успел уже полюбить ее без памяти. Перед концом обеда он встал и, взяв бокал в руки, обратился к Павлу Петровичу. «Ты нас покидаешь! Ты нас покидаешь, милый брат!» – начал он. «Конечно, ненадолго, но все же я не могу не выразить тебе, что я, что мы, сколь я, сколь мы. Вот в том-то и беда, что мы не умеем говорить спичь. «Аркадий, скажи ты!» «Нет, папаша, я не приготовлялся!» «А я хорошо приготовился! Просто, брат, позволь тебя обнять, пожелать тебе всего хорошего и вернись к нам поскорее!» Павел Петрович оглубзался со всеми, не исключая, разумеется, Митя. У Финечки он сверх того поцеловал руку, которая та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом. «Будьте счастливы, друзья мои! Farewell!» Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты. «В память Базарова!» – шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнулась с ним. Аркадий в ответ пожал ей руку, но не решился громко предложить этот тост. Казалось бы, конец, но, быть может, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь, именно теперь, каждая из выведенных нами лиц. Мы готовы удовлетворить его. Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердой волей и замечательным даром слова. Человека еще молодого и холодного, как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья, пожалуй, до любви. Княжна Икс. Я умерла, забытая в самый день смерти. Кирсановы, отец с сыном, поселились в Мариине. Дела их начинают поправляться. Аркадий сделался реяным хозяином, и ферма уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил. Он беспрестанно разъезжает по своему участку и произносит длинные речи. Он придерживается того мнения, что мужиков надо вразумлять, то есть частым повторением одних и тех же слов доводить их до эстомы. И все-таки, говоря правду, не удовлетворяют вполне ни дворян образованных, говорящих то с шиком, то с меланхолией о манципации, произнося ан в нос. Ни необразованных дворян, бесцеремонно бронящих ефту манципацию. И для тех, и для других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегает молодцом и болтает ей чисто. Фенечка, Федосия Николаева, после мужа и Митя никого так не обожает, как свою невестку. И когда та садится за фортепиано, рада целый день не отходить от нее. Упомянем, кстати, о Петре. Он совсем окоченел от глупостей и важности. Произносит все ель, как ю, чупю, обеспечу. Но тоже женился и взял порядочное преданное за своей невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам, только потому, что у них часов не было. А у Петра не только были часы, у него были лаковые полусапожки. В Дрездене, на Брюльской террасе, можно двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, но совсем седого и как бы страдающего подагрой. Но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене, где знается больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он держится просто, почти скромно, но не без достоинства. Они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена. A perfect gentleman. С русскими он развязнее, дает воле своей желчи, труни над самим собой и над ними. Но все это выходит у него очень мило и небрежно. И прилично. Он придерживается славянофильских воззрений. Известно, что в высшем свете это считается трес дистинква. Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич Корязин, находящийся во временной оппозиции, величаво посетил его, проезжая на богемские воды. А тузерцы, с которыми он, впрочем, видится мало, чуть не благоговеют перед ним. Получить билет в придворную капеллу, в театр, «Никто не может так легко и скоро, как Дельхер Берон Бонки Сэнф. Он все делает сколько может. Он все еще шумит понемножку. Недаром же был он некогда львом. Но жить ему тяжело. Тяжелее, чем он сам того подозревает. Стоит взглянуть на него в русской церкви, когда, прислонясь к сторонке, к друг другу, он опомнится и начнет почти немного креститься. И Кукшина попала за границу. Она теперь в Гидельберге и изучает уже не естественные науки, но архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые законы. Она по-прежнему якшается со студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми на полдень Гидельберг, и которые, удивляя на первых порах наимных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютной ленью. С такими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения, да с великим Елисеевичем Ситников, тоже готовящийся быть великим, толчатся в Петербурге, и по его уверениям продолжают дело Базарова. Говорят, его кто-то недавно побил, но он в долгу не остался. В одной темной статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он намекнул, что побивший его трус. Он называет это иронией. Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком и литератором. Продолжение следует...